Продолжение следует... Продолжение следует... Тема российского гражданства – это насущная проблема для преднестровцев. Стать гражданами России хотят десятки тысяч человек. Об этом говорят постоянные очереди у пунктовоездного консульского обслуживания. В свое время многим пришлось оформить молдавские и украинские паспорта. Теперь это преграда для получения гражданства России. Этот вопрос, конечно, больше гуманитарный. И обвинять нас, что мы имеем другое, другое гражданство, нас нельзя. Надо обвинить тех, кто развалил Советский Союз и допустил такую ситуацию, поставил людей просто на край выживания. И безвыходную ситуацию они просто уже приспосабливались к жизни. Сейчас другое время. И сейчас надо просто принимать решение, чтобы это было бы справедливо к нашим людям. А еще приднестровские россияне не могут потратить у нас в стране материнский капитал. В Москве президент Вадим Красносельский предложил прозрачный механизм его использования. Речь о приобретении жилья, а также об обучении в Приднестровском госуниверситете. Эти инициативы имеют право на жизнь, отметили Госдуми России. У нас есть обязательства, если не юридические, и во всяком случае человеческие, моральные перед Приднестровьем, которая не раз за время своей истории выступала за то, чтобы быть вместе с Россией. И Россия это помнит. И русские люди это знают. И какие бы ни были проблемы, которые, конечно, есть, мы их сейчас обсудим, вот это руководящий принцип, во всяком случае, в деятельности моей и моих коллег. Что касается нашей партии, нашей фракции, у нас глубочайшая симпатия, мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем вас поддерживать. И всегда можно рассчитывать на такое понимание наше, и на поддержку. О вопросах гражданства и использования материнского капитала говорили и на встрече с руководителем фракции «Единая Россия». Сергей Неверов подчеркнул, все озвученные проблемы сейчас обсуждают на уровне специалистов профильных ведомств. Еще один лейтмотив диалога в Москве – это ситуация в переговорах. Обсуждали широкий круг вопросов. Во-первых, текущую ситуацию вокруг Приднестровья, те проблемы, которые возникают, в том числе у наших банковских учреждений, ситуацию в рамках процесса урегулирования. Обсуждали перспективы предстоящего заседания в формате 5 плюс 2 в Братиславе. Это уже правительство России. Здесь президент Вадим Красносельский встретился с вице-премьером, спецпредставителем Владимира Путина на Днестре Дмитрием Казаком. Тема разговора – торгово-экономическое сотрудничество. За последние месяцы товарооборот между Приднестровьем и Россией вырос. Также обсудили предложения Приднестровской стороны, которые направили в адрес Межправительственной комиссии. Уже по традиции во время визита в Москву президент Вадим Красносельский встретился с нашими соотечественниками. В разговоре принял участие и премьер Александр Мартынов. Председатель правительства представил доклад «Преднестровье – время преобразований и государство для жизни». Цифры, графики, показатели. За ними конкретные результаты. Экономика Приднестровья последние два с половиной года растет, увеличивается и количество новых рабочих мест. По итогам двух с половиной лет – это вопрос один из ключевых. Было создано более 10 тысяч рабочих мест. Здесь речь идет практически о всех специальностях. Это и рабочие, и строители, и те, кто работают на транспорте, и в сельском хозяйстве. По словам премьера, предприятия увеличили доходы, приняли новых сотрудников и повысили заработные платы. Также Приднестровье продолжает привлекать инвестиции. У нас три достаточно крупных инвестиционных проекта, которые в ближайшее время начнут работать. Это также дополнительные рабочие места. Один из примеров – это создание фармацевтического предприятия в Бендерах. И еще 10 инвестиционных проектов находятся в разработке. От экономики к социальной сфере. Все, что государство зарабатывает, идет на повышение уровня жизни в Приднестровье. В частности, на ремонт и строительство социальных объектов – школ, детских садов, больниц и не только. Ежегодно на эти цели выделяют более 200 миллионов рублей. В 2018-м за счет фонда капитальных вложений отремонтировали 171 объект. За 2018-2019 год нам удалось в различной степени отремонтировать более 60% школ в нашей республике. И это только начало. Мы планируем в среднесрочной перспективе эту работу продолжить. В этом году приоритет медицины в списке – 33 объекта. Решат проблемы с водой и электричеством в селах. Говорили на встрече с отечественниками и о благоустройстве. Строительство парков, детских и спортивных площадок, фонтанов идет во всех городах и населенных пунктах Приднестровья. Многие из тех, которые приходят, они уже сейчас высказывают свое желание вернуться. Вернуться домой, вернуться на свою родину. Я думаю, что этот процесс у нас пошел, он пойдет. И я уверен абсолютно, что мы приобретем большое количество профессиональных наших соотечественников, которые вернутся и будут строить, жить. Помимо масштабной социальной реконструкции, правительство занимается и жилищной проблемой. Скоро заработает фонд поддержки молодежи. Государство будет помогать молодым семьям, врачам, учителям, военнослужащим в покупке жилья. Речь о субсидиях. Так свой дом приобретут около 200 семей. Все это наглядно показали в презентации. Наши соотечественники выслушали доклад премьера и выступили со своими предложениями. Есть предложения, связанные с промышленной кооперацией. Есть предложения по созданию каких-то внутренних таких увесистых кооперационных средств. Это здорово. Мы эти контакты сформировали. Только по итогам сегодняшней встречи, я так думаю, человек пять реальных, желающих провести инвестиции, венчурные инвесторы, приедут к нам на форум. И такая возможность скоро появится у каждого. 10-12 октября в Террасполе пройдет Приднестровский международный инвестиционно-экономический форум. Республика ждет своих соотечественников. А те, кто приобрел в Москве ценный деловой опыт, смогут применить свои навыки здесь у нас, на родине.